Ведь мама привела детей своих, они все были вымазаны в мазуте. Шея, грудь и живот. И там на заднем фоне два птенца, они тоже в мазуте все, в мельтепродукте. Это случилось летом. Пернатые сами пришли за помощью к людям. В обладном канале Муховца лебединая семья едва не погибла. Они плавали как раз там, где находится ливневка. И вот история повторяется. Местные жители картину наблюдают не первый год. Уверяет источник грязи именно труба. Раньше здесь даже рыбачили, сейчас рыбы нет. А вот судьба водоплавающих птиц вызывает опасения. Склеивается оперение, и им холодно, и теряются водоотталкивающие свойства. И животное может отравиться. Все эти нефтепродукты поступают через кожу в организм. Это очень токсично, особенно для маленьких этих лебедей. На этот раз маслянистое пятно расползлось на 100 метров. С помощью сорбента его, конечно, уберут, как и прежде. Но где гарантии, что это не повторится? Буквально через 10 минут будет маленький ручеек. Значит, все-таки кто-то делает сброс. Да, делает сброс. Это ясно, понятно. Как раз мы хорошо попали. Это мы не первый раз видим. Жители уже обращались в природоохранную инспекцию. Раньше винили нефтебазу. Но предприятие год как переехало. А проблема осталась. Специалисты-экологи уверяют, что источник может лежать глубоко под землей. Проблема в том, что на данной территории еще со времен Великой Отечественной войны здесь находились склады, и эти склады были разрушены. В результате чего в грунтовые воды попали нефтепродукты. И сейчас периодически через стыки в трубах, в колодцах данные нефтепродукты проникают именно вплоть до, скажем, выпуска в этот канал. Чтобы исключить все версии, специалисты еще раз проверят соседние предприятия. Сейчас в городе перестраивают ливневые стоки. Все, что уходит в канал, направят в специальные чистные сооружения. Правда, это произойдет не раньше зимы. Ирина Никитина, Юрий Титов. Наши новости. Брестская область.